В Воронеже автоинспектора обвинили активистов в краже дорогостоящего оборудования. Якобы общественники демонтировали камеру, которая фиксировала нарушения. Вот только систему наблюдения патрульные установили сами и никаких документов активистам предоставить не смогли. В итоге попытка разоблачить полицейских закончилась серьезным конфликтом. Материал Дениса Кулаги. Такие ценные находки, говорят активисты, не каждый день встретишь. Камера видеонаблюдения похожа на ту, что обычно устанавливают во дворах. Одиноко мокнет под дождем. Общественник звонит в ближайший отдел полиции и, не дождавшись инспекторов, кладет оборудование в багажник. Здесь бесхозный предмет, в общем, никого нету. Аккумулятор стоит и камера. Сейчас спрашивают, что я хотел бы в отдел полиции привезти. Через полчаса рядом с машиной активиста паркуется патрульное авто. Однако инспектор почему-то не может объяснить, оборудование ведомственное или нет. Я хочу сказать, что я не знаю. А кто, чья камера? Моя личная. Ваша личная. Моя камера, твоя камера, знаешь? Понял. Вот как нам в этом убедиться? Ну, я думаю, со слов. Как я могу со слов убедиться? Ну, моих слов, я думаю, достаточно. Однако слов общественникам недостаточно. Они интересуются, что же такого снимает полицейский на личную камеру. Активисты предлагают разобраться в ближайшем отделе полиции. Туда же их направляют и инспекторы. Ведь технику молодой человек забрал без разрешения. И получается, по сути, украл. Камеру, которую вы украли, я спрашиваю, где находится камера? Ничего не украли. Я везу в отдел полиции. Вы похинили чужую вещь. Я везу в отдел полиции. Чужая вещь, порядка же человек. Видимо, вещь действительно оказалась очень ценной. Ведь если верить активисту, с ним вскоре связался начальник местного отдела полиции. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Все. Люди сознательные какие. Спасибо. Спасибо. Очень приятно, что отметили. До свидания. Даже начальник полиции отметил сознательность граждан. Это просто класс. Поставив на уши все управление ГИБДД, активисты привезли злополучную камеру в отдел полиции. Мы хотели бы вот находку. Нашли на трассе. Важные-важные агрегаты, как технические устройства. Оформить находку хотели бы сдать в отдел полиции. Находку в отделе приняли. Но кому все-таки принадлежит дорогостоящее оборудование, не ясно. Официальный запрос мы уже направили начальнику пресс-службы Главного управления МВД по Воронежской области. Однако ответа пока так и не получили. Денис Кулага, Екатерина Лишенко. Экстренный вызов.